И снова о событиях в России. В Минприроде назвали 9 самых грязных городов России. Экологический антирейтинг возглавила Москва. Итак, все дело в экологии, а не в мусоре, как могло бы показаться изначально. Итак, в столице больше всего воздух загрязняют именно машины. Те машины, которые стоят в пробках. Ежегодные выбросы загрязняющих веществ атмосферы приближаются к миллиону тонн. Почти 6% приходится на предприятия торговой бизнес-центры. Остальное это выхлопы автомобилей и автобусов. Кстати, в черте города работает московский нефтеперерабатывающий завод. До сих пор его, к слову, оштрафовали за загрязнение воды и выброса сероводорода. Но, видимо, штраф оказался не таким уж большим. Тем более, на нефть сейчас работают хорошие деньги. Поэтому и штраф есть чем оплатить. Бизнес продолжается. Долгие годы, кстати, пальму первенства удерживал Норильск. Вот теперь ему пришлось потесниться. Так вот, в Норильске объемы загрязнения достигли вообще каких-то астрономических цифр. Почти 2 миллиона тонн. И виной такому антилидерству добычи, переработка и очистка цветных металлов. В городе около 75 лет работал комбинат норильского никеля. Компания крупнейшей производителей никеля и палладия в мире страдала окружающая среда не только, кстати, от выбросов плавильных печей. Для обогащения руд использовали высокотоксичные химические реагенты. Всем этим дышали люди, конечно. В июле этого года прошла последняя, слава богу, плавка и предприятия закрыли. Слава богу, говорят о экологе, конечно. Приговор. Завод безнадежно устарел. Почти все как в мультике. В Иркутской области с водой и воздухом тоже все плохо. Реку Ангару загрязняет водоканал областного центра Байкалэнерго и мебельная фабрика, за что и отдельное спасибо. По данным экологов, содержание ртути в два раза выше допустимого. Железо в восемь, нефти в три. Концентрация вредных веществ в воздухе тоже, конечно, зашкаливает. Тут и без цифр все понятно. Порой в десятки раз. На транспорт приходится половина. Остальное заводы и Новоркутская ТЭЦ. Ее вклад в загрязнение 40 тысяч тонн химиката в год. Просто чудовищная какая-то цифра. Конечно, в девятку попали, в десятку попали уральские города. Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск. Все понятно. Тяжелое производство еще в советских времен. Машиностроение, добыча металлов. Ну, привет. Здесь, конечно, прилетает, конечно, как результат красный снег. И привкус серы на языке, которые знающие люди. Глава Минприроды Сергей Донской пообещал, чем жестче будут законы, тем лучше будет экология. Но пока все это на словах, как вы понимаете. И видите, доказательств тому предостаточно.